Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Боже милости, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благоподатель жизни, Приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверной спасиба от души нашей. Святые Боже, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Памилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, всегда и вовеки веков, аминь. Встав после снам, преподаем в стопам Твоим. Благи и ангельскую письму, соглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце и открою вставы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда и вовеки веков, аминь. Внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнув полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, всегда и вовеки веков, аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и вовеки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне вовек. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, Который обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Его. Неплодную вселяет в дом матерью радующуюся о детях. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя доля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уставы, восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка Человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему понимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси вели в Царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой меня, присвятит Твоя истина, и с просвещенным сердцем исполнять волю Твою ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божии, сил бесплотных всякой плоти на высотах небесной, живущие, озирающие долг земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом словом и мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня. Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу знать каждому по делам Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовим войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, верящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демонам подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и всадил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владытица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. И всескверные, лукавые, хуйные помышления от нищатного моего сердца, помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. И сбавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, от всякого злого воздействия. Свободи, Ты благословенна от всех родов, Твое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога на святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Сергий. Мы все знакомы, прибегаем, как скорым помощником молитвенника на душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная воняя Господь с Тобой, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Паси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоего, Церковь Твою. Паси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, Батюха и Акима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей. Всех православных христиан подай им Твои земные и небесные блага. Не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи их силой Твоей. Дару им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей, всех православных христиан, простимся и грехи вольные и невольные, дару им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правоцев, отцов, братьев наших, там где нет ни печали, ни болезней, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляю Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни, Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий. Молитва ради Прочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй. Аминь. Игнать Тихон, читайте. Сто поклонов. Молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Абва Отче. Свят, свят, свят Господь Самого. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Высшему Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Моли Бога о нас, святой угодник Божий. Игнать Тихо. Мы усердно к Вам прибегаем. Скорым помощником молитву о душах наших и Владимирской. Слава Тебе, Господь, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай на желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего, по чинам, добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и сей день от всякого рода зла и греха. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там благослови Андрея, Игоря, Игоря Серафима, и Владимиру дай веру, обрати. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И прищедобрые жители с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алину. И расширь пределы общей, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Валентину, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию. Рахиль, Едер, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Александра. Всех, с кем мы познакомились, кому возвесили слово истинное Твоей. Екатерину, Екатерину, Галину, Господи. Возри на врагов и разруши замыслы их. Дабы злоба их не помешала другим прийти к истине. И в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения. Сергея, Виктор, Алексея. И благослови благодетели наших. Елена, Людмила. Татьяна, Нианилову. Укрепи болящих. Дай им силу все перенести. Почтим исцеления. Валерия. Лариона. Кирилла. Владимира. Виктора. Нианилу. Татьяну, 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 Валентину, Валентину, Анну. Софию, Анастасию. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. И во все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Вадима, Александра, Игоря. И сохранято наше сокровище в интернете. И все, что здесь есть. От посягающих на это сокровище. И трудящихся. И Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея. Дмитрия, Валентина. И обороти Тимофея. Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Дари, Господи. Откроем истину Твою. И дай страх Твой. Спаси Твою, милую. Эрлариона, Евтихия. Диамидовских. Он. Патриарея Акимова, Павла, Геннадия, Сергея, Сергея, Василия и Иоанна. Благослови, Господи, укрепи. Гонимова Владимира Андрея. И Глеба не дай погибнуть. Господи, Бьяконов Евгений Александров, Михаил Андрея. Епископа Максима, апполита Сергея, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона. И, наверное, дай еще священника, если угодно Тебе, Господи. Слава Тебе, путешествующих. Раиса, Лва, Виктора и Виталия. И Романа из Бака, Духа лжи. Дай ему веру, повесить, и дай погибнуть. И духовное рождение. Боже, слава Тебе, путешествующий, Никиту. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. И место сия защити, дабы чужды не могли и приблизиться к нему. Коснись сердце правителя Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Но учи нас в течение-то мирное время. И переготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Господи, благослови всех помогавших нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Семейства и ее Людмилу Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил и защищал душу мою от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарству, и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Молчи нас, Господи, житель бедности, имея пропитание и одежду. Будь благочестивым и довольным. Каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Не страшись о старей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликий чудотворец, моли Бога о нас. Скорый помощник беды, образ крутости и воздержания. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Илья, Елисей, Инох, Моисеев, Самуил, Аарон. Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Гезраниеме, Амос, Наум. Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль. Агей, Сапоя, Захария, Малахия. Давид, Нафан. Даниил, Отрехи, пророк Михея. Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дубы день прихода нашего отшествия не заставлено с неготовыми. Но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными Илья добрых дел, с отделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Дабы день Твоя не заставлено с неготовыми. Укрепи нас, Господи, дабы мы ожидали Тебя и приготовлены были в любое время. Молите Бога о нас, святые Ангелы, Архангелы, Хеврубимы, Серафимы, все небесные силы и престолы Божьи предстоящие, святые Апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас, задавайте Господь нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мужчины и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Свинский Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей Стратилап, Иерон Мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеима, 40 святых мучеников, Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир Венамин и Восемь, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепи Господь народ свой, дубы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину Дайберу, старши родители, за такое воспитание нужно. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанастий Великий, Прим Сирин, Антоний Макарий, Тоний Пеодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Перм, Афанастий Сирин, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадт, Ян Шанхайский, Кирилл, Викодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы Ритяков, разрушив ничто преврати, Господи, дабы прекратилось это обольщение. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Пекла первомущенца, Фатина Самаренина Февронии, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрия и стыдливой женам и девам, и сохрани их от всяческого поруганий, исправ непокоривость Галины, семейства ее, Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисовны, Юлии, Елены, Людмила и Анна. И прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, древний наш любящий Отец Небесный. Услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Аминь. Доброе утро. Никого нет? Доброе утро. Доброе. Господи, Владыка, живота моего. Давай, Господи, Владыка, живота моего. Ну, праздность, уныние, любоначалье, празднословие, сребролюбие. Не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и люби дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Я, Господи, благословен есть и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня, греша. Господи, спаси меня и помилуй. Боже, будь милостив ко мне, греша. Благослови, Господи. И прости мои согрешения, Тайные и явные, В уме и в помышлении, В водне и в ночи. Ибо ты благ, И человек колюбец, Господи. Душа целомудрия, смиренно мудрия, Терпение и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть и мое прегрешение, Жне осуждайте брата моего. Ибо ты благословен во веки веков. О, Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалья, Празнословия, сребролюбия, не дашь. И дружа целомудрия, смиренно мудрия, Терпение и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Ударим из дяти мое прегрешение, И не осуждайте брата моего. Ибо я благословен во веки. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Так, кто тут есть, записать надо вам кое-что скажу сейчас. У себя, возьмите ручки, карандаш, что-то, бумагу. Вот Сергей считает по одному псалму. Какой псалм сегодня? Совсем маленький. А есть псалм два стиха. А есть 118-й, 176. То есть, в церкви считается не по псалмам, как. А вся псалтырь разбита на 20 кофизм равных примерно. И каждая кофизма разбита на три славы. Ну, 20 до на 3, получается, 60 этих слав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу заканчивается. И ныне и пресно, и во веки и веков. Аминь. Ну, в церкви считается, когда аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Где именно? Надо знать. Так, первое хапизма. Записывайте. Не каждый может это знать. Первое хапизма. Не один псалм считать, а три. Я буду назвать последнюю цифру три. Это первая слава. Четвертый псалм начинается. Вторая слава. Четвертый. Вторая слава заканчивается перед седьмым. Четыре, шесть. Седьмой псалм. Начинается третья слава. И заканчивается перед девятым. Все, три слава. Одна хапизма. Господа эти, кто записывает? Ручки нету, бумаги нету. Я не записываю. Надо, чтобы ручки, карандаши всегда лежали перед тобой. Хотя бы карандаша три, ручки четыре. Ну и бумажки, чтобы лежали. Хотя бы чтоб пятьдесят. Как начнешь делать, ничего не могут записать. Бегают по комнате, время тратятся. Но не годится это. Самым малым такая растрепанность. Игнатий Тихонович, удобнее прям в псалтыре отвечать. Так, повторите, еще сказали. Теперь спрашивайте. По делу говорите или ничего не говорите. Ручек нету, ищите, ищите. Ручки, карандаши положите пока. Многих есть уже в псалтире разбитые на кофейте. Уже разбитые есть у всех. Чего записывать-то? И в утреннем правиле, получается, псалом по порядку. Один псалом. Не псалмы, а псалом. В утреннем правиле. Сергей Павлович. Сергей Павлович. Давайте дальше что-нибудь. Это не нужно. Сергей Павлович, слушай внимательно. Если говоришь, у каждого есть, а почему ты один псалом считал? Тогда откуда ты взял такое правило? Написано в утреннем правиле, псалом по порядку. Не псалмы, не славы, а псалом. Один по порядку. Так написано. Я так и читаю. Когда нужно, пока я читаю славу. Мы никогда так не читали. Никогда. Ни одного раза. И всегда в потеряйке читали один псалом. Всегда. Никогда не читали. Еще раз говорю. Три никогда не читали. Я был... Ну, после молитвы начинаем все. Лишние слова не вмещаются в нас. Я вам объясняю, почему не записываю. Повторяю. Две тысячи лет идут молитвы в храмах, где везде показывается слава. У нас в храме считается не один псалом, а слава. То есть 60... Мы сейчас не в храме, а утреннее правило читаем. Правило. Не в храме. В правиле написано псалом, один по порядку. Хотите славу читайте, читайте. Хотите три читайте. Я прошу записать все. Повторяю. Нам не надо ничего придумывать. Это нам в укор поставится. Думай, вперед маленько. Это не одним днем. Нас что мы молимся, что говорим, так как головина будут разбирать. И тогда все наши рты закроются. Ты уже много слов сказал лишних. Я ничего не придумаю. Я говорю, никогда не считалось по одному псалму. Никогда. Две тысячи лет церковь Христова. На пустяке начинаем срезаться. Нехорошо это. Так. Девятый псалом. Вторая капризма. Один раз пройдем. Дальше такая разговаривать уже не о чем будет. Так. Перед одиннадцатым пометку сделать. Девятый, десятый псалом. Одна слава. Дальше. Одиннадцатый, двенадцатый. Тринадцатый псалом. Три псалма. Вторая слава. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Третья слава. Все. Третья капризма начинается. С семнадцатого псалма. Третья капризма. Их двадцать. И когда у нас тут кто-то умирал и считали, распределяла Надежда Александровна Двуха только по капризмам. И кого я где знаю, наши люди, где живут в других республиках, странах, всегда считают по капризмам. С семнадцатый. Третья капризма. Псалом семнадцатый. Одна слава. Один псалом. Восемнадцатый. Девятнадцатый. Двадцатый. Три псалма. Это вторая слава. Двадцать первый. Двадцать второй. Двадцать третий. Третья слава. Три капризма прошло. Двадцать четвертый псалом. Напишите, четвертая капризма начинается. Не сидите сложа руки. Это вы должны передать другим. Нигде, чтобы никому не наказывали. Еще раз повторяю. Нам крепкий толщок будет, когда начнут нас трепать. А так ничего, мы делаем все как положено. Опыт в церкви для нас исключительно важен. Да и так понятно. Один псалом больше другого. Разу двадцать. Четвертый. Двадцать четвертый псалом. Двадцать пятый. И двадцать шестой. Одна слава. Двадцать седьмой. Двадцать восьмой. Двадцать девятый. Вторая слава. Перед тридцатым начинается. Тридцатый. И тридцать первый. Третья слава. Тридцать второй псалом. Начало пятой кофеизма. Тридцать второй псалом. Начало пятой кофеизма. Тридцать два. Тридцать три. Слава. Тридцать четвертый. Вторая слава начинается. Тридцать четвертый. Тридцать пятый. Вторая слава. Тридцать шестой. Одна слава. Тридцать шестой. Одна. С тридцать седьмого псалма начинается шестая кофеизма. Тридцать седьмой. 38-й и 39-й слава, дальше 40-го, 41-й, 42-й, 2-я слава, по 3 псалма идёт, 43-й, 44-й, 45-й, 3-я слава, 46-й, 7-я копизма начинается, там поставят цифру 7, у нас красным чернилом везде проставлено начало копизма, 46-й, 47-й, 48-й слава, 49-й и 50-й, 2-я слава, 51-й, 52-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 54-й, ещё одна слава, всё, 4 псалма в одну славу, 55-й, 55-й, начало 8-й копизма, 55-й, начало дома у тебя разметьте, везде по псалтыре, 56-й, 57-й, слава, 58-й, 59-й, 60-й, слава, 61-й, 62-й, 63-й, 3-я слава, Псалом 64-й, 9-я копизма, 64-й, 65-й, 66-й, слава, 67-й, 1-я, 1 псалом, слава, 68-й, не могу открыть, муслить нельзя, но по-другому тут не могу, люди ждут, ещё она не открывается, 68-й, 68-й, на 68-й слава начинается, 68-й, и 69-й, 1 слава, 70-го псалма начинается 10-й копизма, около цифры 70 поставить 10, 10, 10, из двух сторон апострофы, то есть чёрточки, потому что если по копизму, как обычно, церковную, то псалмы не указывают название псалма, а бывает, вот псалмы выпустили отдельно, копизмы не указаны, 70-й, 71-й, 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 1 псалом, 1, 72-й, это начинается новая слава, 72-й, 73-й слава, 74-й, 75-й и 76-й слава, так, 77-й псалом, 14-й копизма начинается, 77-й, это 14-й копизма начинается, 11-й, 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 не рассмотрел, простите ради Христа, слепой, виноват, в глазах сливается всё, так, 77-й псалом, 1-й, 1 псалом, это слава, 1, меньше одной славы не считать, меньше нету такого, 1 слава может быть, 2, лучше 3, это копизма называется, но мы считаем одну славу, потому что мы больше на другое время уделяем, на поклоны, так, 78-го начинается слава, и 79-й, и 80-й, вот 3, 81-й, новая слава начинается, с 81-го, 81, 82, 83, 84, 4, 4 псалома на одну славу, это обязательно просчитывать, одну славу, 85-й, псалом, 12-е копизма начинается, 85-й, 86-й, 87-й, слава, 88-й, слава, один псалом, одна слава, он большой, 89-й, начало славы, 89-й, 90-й, слава, то есть начинается 13-й псалом, 91-я псалма, 91-й, 13-я копизма, 91-й, 92-й, 93, слава, 94-й, 95-й, 96, слава, 97-й, 98-й, 99-й, 100, то есть 4 псалма в этой славе, 14-е копизма начинается со 101-го псалма, 14-е копизма со 101-го, 101-й и 102-й, прошу не нарушать это, потом вы будете жалеть, не послушать, 102, новая слава 103-го псалма, 103-го псалма, 1 псалом, и 104-й, начинается новая слава, 104-й, 1 псалом, 105-й псалом, начало 15-й копизма, 105-й псалом, начало 15-й копизма, 1 псалом, 106-й, начало новая слава, 106-й, начало новая слава, 107-й, начало новая слава, и 108-й, тут же идет, со 109-го, начало 16-й копизма, 109-й, 16-й копизма, 109-й псалом, 110-й, 111-й, слава, со 112-го, 113-й, 114-й, слава, 115-й, 116-й, два стиха всего в нем, 117-й, слава, 118-й псалом, 17-й копизма, начинается, внимательно смотрите, это большой псалом, дальше мы тут сейчас считать будем, так, тут еще не помешано, нету, должно быть одна слава здесь начинается, 72-го псалма, слава, это стиха слава, 72-го, уже закон уст твоих, для меня лучше, нет, не 73-й, ну да, 73-й, да, это конец, 72-й, стиха, это конец, 73-го начинается, тут неправильно показали у меня, 73-го стиха, новая слава, 73-го стиха, тут пометку неправильно сделала, дальше, 131-й, псалом, конец, 132-й, стих, 3-я слава, 132-го стиха, 32-й, и все, 112-й, начало 18-й копизма, 119-й, 120-й, 121-й, 122-й, 123-й, вот 4, 4 здесь получаются, начало новой славы со 124-го стиха, 124-й, 125-й, 126-й, 127-й, 128-й, 5 псалмов, а мы по одному считали, что тут непонятно-то, так, 129-й псалом, новая слава, 129-й, 130-й, 131-й, 132-й, 133-й, 134-й, 134-й, 136-й, новая слава со 137-й, 137-й, 138-й, 139-й, слава, новая слава со 144-го, 140-й псалом, новая слава, 141-й, 142-й, 143-й псалом, начало 20-й, последний копизма, 143-й, 143-й, 144-й, слава, перед 145-м, 145-й, 146-й, 147-й, слава, 148-й, 149-й, 150-й, конец, салтыри, конец копизмам, конец псалмам, все, прошу не нарушать, привыкайте к тому, что у нас будут трепать, а здесь никто ничего не скажет, ни один, самый строгий, самый суровый исследователь нашей жизни, он ничего не сможет сказать, а ну-ка скажите, господайте, кто записал? Янис. Так, Янис, еще? Я отметила, прямо в книге. Записал. Так, еще кто? Еще кто записал? Неужели же так худо? Получается? А еще так? Ну, не надо молчить теперь уже, рассказала, сама и размещала тут. Еще никто не записал больше, не пометил никак? Или не работают у вас эти микрофоны? Некому записывать, значит, ушли. Я говорю, не подавать голос, второе замечание. Значит так, Янис, задание. Да. Я сейчас отхожу, начинайте снова, все повторите. И ты проверьте, сколько человек запишет. На самом малом проверка прошла, и двойку получили. Можно было читать в Библии, в Библии прямо листать и делать пометки карандашиком. И даже это не сделали. Значит, Библия не на столе. Это совсем плохо. Даже очень плохо. Так, понятно вам, Янис? Понятно. Мне вслух, перечисляйте. Я отхожу. Я отхожу. А вы, тех, которые здесь были, я знаю, Роман был здесь вроде бы. Ну, тут найдете, кто был. Снова просчитайте внимательно. Это того стоит. Отошел с Богом. Этоاغетsın.